Музейный и театрально-образовательный комплекс планируют сдать в период проведения годов культуры России и Китая. Сейчас на объекте работает около 200 человек. Из них большая часть 150 человек – китайские специалисты. Выполняются работы по возведению монолитного каркаса на сегодняшний момент выполнены порядка 90%. То есть из 67 тысяч плановых кубов железобетона залитые сейчас порядка 61 тысячи. По театру оперы и балеты выполняются монолитные конструкции с седьмого этажа, выполняются устройства монолитных лестниц, конструкции предперекрытия и прочее. По зоне музейного комплекса и высшей школы музыкального и театрального искусства монолитные работы выполнены. И как раз сейчас, начиная с сегодняшнего дня, наши китайские коллеги приступили к устройству перегородок. На совещании обсудили динамику поставок материалов и скорости работ. Китайская компания будет наращивать количество рабочих на объекте – к весне до тысячи человек. Поэтому уже сейчас совместно с Дальневосточным федеральным университетом рассматривается вопрос предоставления общежития. Такой мощный объект требует ежедекадного вникания в эти все процессы, требует синхронизации действий всех подрядчиков, проектировщиков, исполнителей работ. Вот. Ну, работа большая, работа очень важная, нужная. Надеемся, что совместными усилиями мы все намеченные планы выполним. Вот. То есть, и сделаем так, чтобы этот объект был действительно культурным достоянием не только Приморского края, но и Российской Федерации. Напомним, музейный и театрально-образовательный комплекс строится во Владивостоке по заказу Фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие» по поручению президента России Владимира Путина. На сопке Орлинное гнездо на самой высокой точке исторической части города появятся филиалы Третьяковской галереи, Российского государственного института сценических искусств, Школы креативных индустрий и Мариинского театра. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом. Новости на восьмом.